25 июня 2013 года в 8 часов вечера Алексей Навальный пригласил к себе на встречу как кандидату в мэры Москвы у метро Сокольники. Как всегда пришло очень мало людей, в основном не пришли. Не пришедших к 19 часам 55 минутам вечера оказалось где-то 3,5 тысячи человек. Если рейтинг власти стремится к нулю, грозя скатиться до отрицательных значений, то кандидат в мэры Москвы Навальный, напротив, наращивает процент своей поддержки. Кремль, отвыкший играть по правилам реальной политики, отчаянно включает рычаги админресурса, чтобы хоть как-то заглушить активность кандидата. Ложь с телеэкранов, срывание баннеров с балконов москвичей, отказ от предоставления помещений для встреч с избирателями – это лишь начало перечня гадостей кандидату Навальному. И тогда штаб решил провести большую встречу с избирателями на площади перед станцией метро «Сокольники». Уж это власть запретить не может. Нет таких законов. А то, что потом скажет, что никто не пришел, так кто же ей поверит. Вы опять сегодня не пришли. Почему вы не пришли сегодня в 8 часов вечера к Навальному? Ну, не пришел, потому что не мог сегодня не прийти. Поэтому я сегодня не пришел. Ну, и наконец-то хочется послушать в родном районе моего кандидата, что он скажет нам. А почему вы все-таки склоняетесь к тому, чтобы проголосовать за него? Очень, ну, я не знаю, наверное, последние три года того, что происходит у нас в России, в Москве, вот как-то вот склонили. Ну, наверное, трудно более детально сказать. Наверное, и так все видно. А вы будете голосовать сердцем или все-таки мозгами? Стараюсь и тем и другим. Потому что мозгами я думал вот три года, наверное, да и в последнее время, особенно, когда он выставил свою кандидатуру. Ну, сердце тоже подсказывает. Не пришли сегодня вместе с семьей? Да, не пришел вместе с женой, с дочкой. Молодец. Провокации начались практически сразу. Справа от сцены появилось несколько провокаторов, попытавшихся отключить электропитание на видео, свет и звук. Полиция поначалу попыталась не вмешиваться. Отчего стало понятно, провокаторы непростые, а исполняют чей-то приказ сверху. Что он делает? Что он делает? Что он делает? Вы что вы теряете? Что это будет? Это человек, он горит. Что это будет? Вы провокатор, его провокатор. Позор! 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 Мы вам налоги платим, а мы решили посмотреть. Почему в кольце сотрудников полиции стоят два провокатора? Вот эти два провокатора за моей спиной, один в зеленой маечке, а другой в синей курточке, только что были пойманы с поличным работниками полиции и ОМОНа. Они пытались сорвать встречу избирателей с Алексеем Навальным, но, как видите, их отцепили, окружили и даже не арестовали. Наконец, взятых в кольцо ОМОНа провокаторов повели прочь от места происшествия. Но не для того, чтобы поместить в автозак, а чтобы спрятать в карете скорой помощи, а то вдруг побьют. Молодой человек, а вы на кого работаете? Молодой человек с зеленой маечки, вы на кого работаете? Вас кто прислал? Молодой человек? Молодой человек, как так получилось? Им стало плохо. Медицинскую помощь? Скорую их? Правильно. Галопередол. Идите, пожалуйста, домой. Я тоже влюбил. Ничего страшного, у вас нет, все бывает. В России, в России, в России, в России, мало ли. Все, все, зачем? Я в подряд, не хотите сейчас. Идите, спокойно, домой. То, что мы говорим, это не просто обещание. Пожалуйста, прокомментируйте нашу фирму в Черногории. Вот вы хотели бы говорить о таком издании. Я бы вас всех с удовольствием пригласил бы в Черногорию. Там, кстати говоря, безвизовый въезд. В Черногории ситуация следующая. Многие имели возможность ознакомиться в моей переписке. Действительно, в 2007 году у меня был проект, связанный с постройкой недвижимости в Черногории. Проект этот не удался, потому что мы не нашли землю, уехали, и проект был закрыт. Между тем, встреча продолжалась. Присутствовавшие на ней граждане даже не подозревали о том, какие страсти разгораются за кулисами. Власть говорит, что опять к Навальному не пришли. Почему вы сегодня не пришли к Навальному? По какой причине ваш сегодняшний не приход сюда? Мы не пришли, потому что нам здесь, ну, нечего делать. Нас здесь нет. Мы находимся на улице, где ничего не происходит. Скажите, а что бы вы хотели от него услышать? Самое главное, что вас волнует в Москве? Ну, наверное, то же самое, что и всех. Образование, медицина, ЖКХ, и, в принципе, он все говорит. То есть вас устраивает все, что он сказал? Ну, практически, да. Вы уже определились с выбором? Ой, да, конечно. Но атмосфера продолжала нагнетаться нервозностью согнанного суда ОМОНа, бойцы которого откровенно признавались в том, что это просто приказ, а они на службе. Подождите, 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 подождите этот позор. Насколько мы видим, я просто здесь в лице не очень хорошо вижу, но сотрудники полиции просто, я так понимаю, присоединяются вот сюда, к нашему лицингу. Я уверен, что они вам считают. Это вы командуете здесь ОМОНом? Господин! Когда встреча подошла к концу, на первый план выдвинулся упитанный крепыш. Полковник Занин, у которого тоже был приказ, правда, непонятно от кого, задержать кандидата в мэры Навального для дачи каких-то объяснений. И приказ был выполнен. Не трогайте! Не трогайте! Ребенки, не трогайте! Не трогайте! Позорники! Бандиты, вы покрываете бандитов! За что вы только что задержали Алексея Навального? Мы всем этим делом командовали. Я лично видел сейчас, что его везли в автозаке. За что вы его задержали? На каком основании вы кандидата в мэры задержали? Это абсолютно незаконное задержание. Как вас зовут? Ваш имя, по-моему, очень много. Я начальник полиции, полковник Занин Сергей Иванович. Полковник? Занин Сергей Иванович. Занин Сергей Иванович, понятно. Все, спасибо большое. Это то, что это... Эти, блядь. Да, мой. Народ выдавливали с площади уже знакомыми словами в матюгальник. А народ так и не понял, что Навального уже куда-то везут в автозаке. Точнее, избирателям об этом никто не сообщил. Равно как и о том, на что тратятся деньги с их налогов. На силовые провокации против законного кандидата в мэры Москвы. Таким образом, встреча кандидата в мэры Москвы Алексея Навального со своими избирателями закончилась вечером 25 августа 2013 года с задержанием кандидата в мэры. Очень хочется надеяться, что при подобных же обстоятельствах в следующий раз будет задержан кандидат в мэры Собянин. Саша Сотнях, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова